Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Бога в Духновенной Псалтире и мы читаем 149-й Псалом. Это небольшой Псалом, он имеет 9 стихов. Надписание этого Псалма Аллилуйя, то есть это Аллилуарный Псалом, то есть восхваляющий Бога. И он начинается словами «Воспойте Господу новую песнь, хвала ему в собрании преподобных». Это по тексту греческой Септуагинты в переводе Юнгерова. Это очень близкий текст именно к церковнославянскому, потому что церковнославянский делался по греческой Септуагинте. «Воспойте Господу новую песнь». Призыв к новой песне — это то, что мы находим в Ветхом Завете. Также именно Ветхому Завету принадлежит такое словосочетание, как Новый Завет, об этом говорили ветхозаветные пророки. Новая песнь — это новый мир в Церкви Божьей, в Церкви Христовой. И вот этот призыв «Воспойте Господу новую песнь» — это указание на Евангелие. Как сказано, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. «Хвала Ему в собрании преподобных». Собрание — это Экклесия, то есть Церковь, народ Божий. И полноценное воспевание Богу, прославление Его имен осуществляется именно Экклесией, Церковным собранием. «Да возвеселится Израиль», то есть все любящие Бога, ибо Израиль — это второе имя Иакова, а сам Иаков наиболее полно в своей жизни, он воплотил теологическую добродетель, любовь. Так же, как Исаак — надежду, а Авраам — веру. «Да возвеселится Израиль о творце своем», то есть любящий Бога и ближнего, «да возвеселится о творце своем». «И сыны Сиона довозрадуются о царе своем». Сион — это как бы средоточие Иерусалима, это как бы клир Иерусалима. В церковном прочтении Иерусалим — это церковь, а Синод — это собрание святых, это епископы, пастыри, архипастыри среди народа Божия. «И сыны Сиона довозрадуются о царе своем». Слава Христу Царю! Наш царь, царь царей — это Господь, господствующий, превознесенный над всеми формами человеческого правления, над формами ангельского правления, над ангелами, архангелами, херувимами, серафимами, началами, силами, господствами и властью. «Да восхвалют имя его ликом, под тимпан и псалтырь да поют ему, то есть ликом, всем собранием верных, под тимпан — это бряцающий инструмент, и псалтырь — это струнный инструмент, да поют ему, то есть должен звучать как бы оркестр, многообразие форм прославления создателя». В православной традиции для прославления Бога мы не используем музыкальные инструменты, настаивая на том, что самый угодный Богу орган — это человеческое сердце, изнутри которого должна звучать петь Богу, когда все наши чувства направлены на прославление Бога и его совершенства. «Ибо благоволит Господь к народу своему и вознесет кротких во спасение». Кротких во спасение то есть имеется в виду, как вот Феодорит Кирский пишет, но прежде всего Златоуст как пишет, не сказал просто спасет, но вознесет во спасение, то есть не только освободит от бедствий, но и сделает славными, даровав вместе со спасением славу, то есть вознесет во спасение, это не просто даст спасение, но введет и в славу. Это Златоуст, а по Феодориту Кирскому сделает знаменитыми и славными. Кротких вознесет во спасение. «Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих». По Феодориту Кирскому насладятся великим покоем в обителях Отца Небесного, как ветхозаэтные праведники, они имели вдохновение на луне Авраамовом. «Величание Бога в устах их и мечи обоюдоострые в руках их» – это как бы церковь, именно церковь земная, странствующая и воинствующая во всеоружие Божие. И что такое обоюдоострые мечи? Это Слово Божие. Меч обоюдоострые – это заточенные от двух сторонах. Как сказано, все Писание полезно для научения, для наставления в вере, для обличения. Меч обоюдоострые – это Слово Божие. С одной стороны, острие ветхозаветной истины, с другой стороны, острие новозаветной истины. «Чтобы совершить мщение над народами, то есть опрокинуть идолопоклонство, наказание над племенами, которые не покорились Богу, сказать царям, что их правление ограничено, здесь связать царей их узами и вельмож их ручными железными оковами, что значит связать царей их узами, то есть теми узами, которыми они вязали других, свяжут их самих, и вельмож их ручными железными оковами, то есть теми оковами ручными, которыми они этими кандалами вязали других, им будет воздано тем же». И последний стих. «Произвести над ними суд преднаписанный, преднаписанный, то есть предреченный, предначертанный, как бы в книге «Всеведение Божие», предвозвещенный пророками и по златоусту известный всему миру, то есть весь мир уже знает, что Бог на своем суде страшном, он нечестивых накажет, а искупленных ведет в славу свою, потому что им даруется не просто спасение, но и вознесение, восхождение во славу. И далее сказано, вторая часть девятого стиха, «Слава эта будет принадлежать всем преподобным его», то есть тем, которые будут превознесены во спасение, не просто спасенные, не просто прощенные, помилованные, но и оправданные, и прославленные. Как и в православной церкви учат и настаивают на этом, что спасение — это восстановление человека в том достоинстве, в каком он был до грехпадения, но уже не по образу Адама Перстного, то есть созданного Перстами Бога, а по образу Адама Небесного, то есть по образу Господа нашего, Иисуса Христа, как Иоанн Богослов пишет в своих посланиях, «Не знаю, какими мы будем, знаю только, что будем подобны Ему, то есть Христу, как Он». Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.rendre Которыйн Субтитры создавал DimaTorzok Один